Добрый день. 273 грамма вес посылки. Хотя здесь заявлено, что здесь 100 граммов и стоимость данной посылки, вернее того, что находится здесь, 45 долларов. На самом деле, то, что находится здесь, стоит дороже, чем 45 долларов. Здесь, в этой посылке находится, вот в таком пакетике, находится смартфон Blackview BV2000, который этим летом стал серьезным противником. Таким смартфоном, как BlueBoo X-Fire и смартфону от DOOGEE, DOOGEE X5 PRO. Главная особенность данного смартфона, как вы, наверное, знаете, это поддержка работы в сетях 4G LTE. Как обычно, кратко расскажу о том, как шла ко мне данная посылка. 16 декабря на Алиэкспресс я оплатил, 23 декабря впервые трекинг номер засветился, отправил мне продавец почтой Нидерландов, и 12 января я данную посылку получил в своем почтовом отделении. Стоимость, за которую мне обоснулся данный смартфон, с учетом купона, 55 долларов 99 центов. Но сначала я заказал данный смартфон за 60 долларов, тогда не было никаких купонов. И тут очень серьезную роль в том, что я первый раз отказался от заказа, сыграл обзор. Обзор гаджет летника, который сделал эксклюзивный обзор данного смартфона, непосредственно получив его от магазина, торгующего данными смартфонами. То есть тогда они были как в предзаказе, по очень низкой, в принципе, цене, 60 долларов, ниже, чем у их конкурентов, у BlueBoo. Xfire, как вы, наверное, знаете, он тоже, его фишка была поддержка сетей. Так, 4G. Так, здесь мои данные. Сейчас уберем это. Первый раз такая вот наклейка идет с такими данными моими. Так, вот так вот, в таком плотном материале завернуто. Так вот, ребят, никогда не доверяйте, в общем, мнению обзорщиков, потому что из-за того, что я, посмотрев обзор Дениса Васильева и увидев, какая там камера, в принципе, у него был аппарат серого цвета, на мой взгляд, аппарат серого цвета, он, честно говоря, не очень симпатично выглядит. Я отменил заказ, но когда я отменял заказ, ничего страшного в том, что я отменил заказ за 60 долларов. В итоге я его купил, этот смартфон даже дешевле за 56 долларов, потому что тогда появились купоны. Ну, я не знал, что Alipay очень-очень-очень долго отправляет деньги назад, возвращает деньги назад. Там написано до 10 дней возврат. Вы знаете, реально, как написано до 10 дней. То есть, я 10 дней ждал, когда мне на карточку упадут эти самые 60 долларов. В итоге, когда они мне упали, цены на данный смартфон взлетели на 10-15 долларов. Сейчас, по-моему, его можно приобрести уже за более серьезные деньги. И появилась альтернатива данному смартфону Blackview BV2000ES. Английская S на конце. Там без поддержки сетей 4G. То есть, стоит другой процессор. Процессор стоит 6580. В этом аппарате стоит самый бюджетный процессор от MTK Mediatek, который поддерживает сети 4G. Это 6735. Первый смартфон, который я держу в руках с данным процессором. Так, быстро покажу коробку. Вот так вот выглядит коробка. Очень бюджетненькая. Коробка маленькая. Здесь нанесен такой своеобразный рисунок. Ну, выглядит симпатично. Вообще, Blackview для меня это первый смартфон от Blackview, который я, опять же, держу в своих руках. Так, вы видите, какого цвета аппарат я заказал, потому что надоели все эти серые, серые, белые, черные аппараты. Захотелось. Только так, что наклеено с завода. Так, смартфон пока отложим. Ну, пленочка, смотрите, уже. Так, вот здесь видно, она немножко покорябана. Удивительно, вы знаете, не глянец. Так вот, я не знаю, будет видно или нет. Матовая поверхность. Классно смотрится. Меня всегда это очень сильно интересовало, когда я смотрел распаковки, обзоры данного смартфона. Глянец ли это или матовая поверхность, матовая. Так вот, о смартфонах Blackview. Знаете, смартфоны Blackview, они очень интересны по той простой причине, что, глядя на ту или иную модель, всегда видно, какая более известная модель вдохновила их. То есть, например, Blackview Ultra, ну, там явно закос под iPhone 5. Перечислять очень долго. Если вам интересно, просто посмотрите на какой-нибудь, на каком-нибудь сайте, типа, кемовил или девайс спецификейшн точка ком. Там вы можете посмотреть, как выглядят смартфоны Blackview, и вы будете так бы, поиграете в игру, угадай, кто нас вдохновил на тот или иной дизайн смартфона. Вот такое вот зарядное устройство интересное, но не брендированное. А, нет, есть... Да, вот не заметил. Брендированное. Очень приятно всегда. Вы знаете, мне кажется, все-таки это не ОМ, это у них есть свое производство, потому что каждый смартфон... У них нет единой линейки смартфонов, то есть, единого дизайна. Все время они всегда разные. Очень мелко, 700 мА. Ну, зарядник... На всех бюджетниках, в принципе, вот такие вот зарядники идут. Так, то же самое. Шнур брендированный. Ну, мягкий, белый. USB, micro-USB, все стандартно, все бюджетненько. Никаких защитных пленок, кроме той, что наклеено в комплекте, нет. Какие фишки у данного смартфона для такого бюджетника? Это... Здесь есть индикатор событий, по-моему, одноцветный, только голубой. А здесь есть механическая клавиша и подсвечивающиеся сенсорные вот эти вот кнопки. Это очень необычно для бюджетных смартфонов. Вот из тех, например, DOOGIE X5, там просто серебристой краской нанесены. Здесь тоже нанесущиеся. Так. Вот такой вот корпус. Смартфон. Сейчас мы взвесим его, как он... Его вес с аккумулятором и без аккумулятора. Вернее, аккумулятора без смартфона. Внимательно рассмотрим качество изготовления пластика. Ничего не скрипит. Ну, здесь, знаете, это все-таки... Если это пластик, то очень хороший, потому что... Так, вот смотрите, продавливается. Ох, неприятно. Так, я не знаю, видно или нет. Или это пленка, или матрица. Вот, видите? Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Здесь даже нет никаких инструкций и прочей макулатуры, которую любят класть производители и продавцы в свои продукты. В данном случае смартфоны, которые они нам присылают. Так, вот как выглядит крышечка. Так, вот. Кому интересны нюансы. Ну, крышка, честно говоря, не производит впечатления чего-то очень такого крепкого и серьезного. Но зато ее можно будет легко менять. Я так понимаю, здесь есть и розового цвета смартфон. Когда я, кстати, первый раз заказывал, я заказывал смартфон розового цвета. Вот так вот выглядит батарея. Вот здесь имеется одна пломба. Кстати, на пломбы всегда обращайте внимание, потому что, если, не дай бог, будут споры, надо будет доказывать, что у вас вот пломбы как были на начало распаковки, так они были и в конце, что вы там ничего не открывали, не меняли. Мини-сим-карта, микросим-карта и здесь же, я так понимаю, слот под микросим-карту. То есть, сюда же можно вставить, видимо, так. Так, ну, батарейка заклеена, как обычно. Вот так вот все это выглядит. Фокус. Емкость батареи 2400 мА. Взвесим. Вес батареи без смартфона 44 грамма. Вес смартфона с аккумулятором 156 граммов. Ну, надо признать, что смартфон довольно увесистый. Итак, первый запуск. Надеюсь, аккумулятор заряжен. Да, вот, пошел первый запуск. Итак, смартфон запустился. Ну, вот здесь немножко отсвечивает. Вот так вот он выглядит. Поставим яркость на максимум. Выглядит так же, как и во всех обзорах. Экран HD 1280 точек на 720. Предустановлен свой лаунчер. Посмотрим. В первую очередь, языки. Мультиязычная прошивка. У Blackview, по-моему, всегда мультиязычные прошивки есть. Так, русский, казахский. Ну, по традиции запустим казахский язык. Посмотрим, какое приветствие нас встретит. А потом переключимся на русский. Приветствие нас не встретит, я так понимаю. Клавиша домой механическая. Так, вот здесь видно, что имеется подсветка. Она корректно работает, но неравномерно подсвечивается. Так, переключим на русский язык. Вот я медленно листаю, чтобы было видно, какие языки присутствуют. Потому что даже в мультиязычных прошивках зачастую те или иные языки бывают вырезаны. Посмотрим сведения о телефоне. Так, есть обновление ПО. Вот текущая версия прошивки, с которой мне телефон пришел непосредственно от продавца. Так, я так понимаю, это версия 31 ноября 2015 года. То, что поддержка есть от производителя, это хорошо. Версия Android 5.1, модель, номер сборки, прошивка. Кому это интересно. Что здесь еще интересного? Посмотрим батарею. Ну, сейчас некорректно все отображается. Вот, возможно, посмотреть заряд батареи в процентах. Это есть в Android 5.0, по-моему, уже появилось такое. Тут здесь практически чистый Android с лаунчером от Blackview. И что еще мы посмотрим? Так, ну, смотрите, перевод. В принципе, все переведено. Непереведенного ничего практически нет. Только обычные Wi-Fi, Bluetooth, SIM-карты и смарт-жесты. Разблокировка экрана. Вот таким вот образом происходит. Я не советую, как обычно, пользоваться такими вещами. По поводу пробуждения. Здесь есть пробуждение жестом функция. Вот здесь вот доступна разблокировка экрана двойным тапом по экрану. Так, интерфейс камеры стандартный. Посмотрим фокусировку. Ну, мне кажется, да, вот автофокус работает. Автофокус работает. Вот что здесь есть. Face Beauty. Настройки. Все стандартно. Все стандартно. Размер фото. 8 мегапикселей. Основная камера. Так, автофокус работает. Я просто читал. Кто-то писал, что автофокус у него не работает. Нет, я вот вижу. Автофокус работает. И для бюджетной модели фокусировка происходит, в принципе, довольно-таки шустро. Так, в звонилке русских букв номеронабирателей не присутствует. Звонилка стандартная Android. Ознакомимся с данными инженерными. Итак, SIM-1 Band Mod. Смотрим поддерживаемые частоты. Для Казахстана Band 3 достаточно. Для всех остальных смотрим, кого что интересует. SIM-2. При нажатии на клавишу меню выплывает вот такая вот вещь. Здесь возможно изменение обои. Персонализация. То есть, видимо, возможно установка и загрузка тем онлайн. Очень хорошая вещь, на мой взгляд, для тех, кто любит заниматься различными украшательствами. Вот так вот вызывается меню с бюджетами. Вот здесь есть какой-то погодный бюджет. И выход. Да, вот настройки лаунчера непосредственно также имеются. То есть, здесь свой симпатичный лаунчер от BlackView. Вот так вот выглядит. Так, шторка уведомлений. То, что здесь установлено. Фонарик есть. Переключение в режим полета есть. И профили звука есть. Иногда почему-то вырезают. Очень неудобно потом переключаться. Так, вот так вот выглядит смартфон. Вот предустановленные приложения. Никакого лишнего ничего нет. Есть уже предустановлен Gmail, Facebook, Twitter. Зачем это? Я не понимаю. Кому нужно, тот поставит. Я так понимаю, календарь. Календарь здесь, так как здесь сейчас установлена дата 1 января, здесь тоже показывает первое. То есть, это будет дата меняться на ярлычке. В зависимости от даты, не во всех смартфонах такое присутствует. Очень полезная вещь. Есть диспетчер файлов. И есть QuickStart. Ну, это я так понимаю, вместо инструкции. И, как обычно, вот этот вот Xender и заметки. Очень хорошо заметки есть. Так, никакого лишнего мусора. Камера фокусируется нормально. Автофокус присутствует. Звонилка стандартная. Все остальное стандартное. Все, все, все будем тестить, смотреть. Полный обзор. И для начала я, не для начала, а чтобы в завершении, я сейчас посмотрю индикатор и покажу вам. И работу, поддерживает ли работу с OTG. Так, первая печалька. OTG не поддерживает. А вот так вот выглядит индикатор событий. Ну, я, видите, держу перевернутым смартфон. Но вы понимаете, что он на верхнем правом торце. К сожалению, опять же, здесь свой рингтон на сим-карты, на разные сим-карты установить не получится. То есть, нельзя будет сделать, чтобы на каждую сим-карту был отдельный рингтон. Будет один лишь. Послушаем звук. Очень бюджетненько. Очень круто переведено. Немного попользовался смартфоном. Посмотрите, уже построился более-менее приличный график. А вот как выглядит раздел память. Встроенный 8, оперативно 1 гигабайт. Поддержка CD-карт имеется. Но, к сожалению, почему-то здесь нет меню выбора. Не знаю, поставим CD-карту. В полном обзоре этот вопрос осветим. Так как в меню отсутствует вкладка, ответственная за работу с LED-индикатором, я понимаю, что цвета менять нельзя. Цвет действительно только один синий. Надеюсь, он будет работать корректно и будет показывать, по крайней мере, моргать при пропущенных вызовах, сообщениях и так далее. Потому что, к сожалению, не во всех смартфонах, на которых установлен индикатор событий, он работает с этими функциями. То есть, например, в Юме и Макс Мини он работает только при заряде. При том случае, когда заряд батареи становится менее 15%. На пропущенные вызовы, на пропущенные события он не реагирует. Итак, сегодня была распаковка и небольшой краткий первый запуск и обзор смартфона BlackVue BV2000, поддерживающий работу в сетях 4G, имеющий индикатор событий и подсвечивающиеся сенсорные клавиши. Очень симпатичный смартфон в голубом. Мне лично понравился. Довольно тяжеловатый смартфон. Двух-диодная вспышка, камера. Камера, я так понимаю, 5 Мп, интерполированная до 8. Фронтальная 2 Мп, интерполированная до 5. Но об этом всем подробнее в полном обзоре. А пока спасибо. Вступайте в мою группу ВКонтакте, которую я специально завел для того, чтобы можно было делиться новостями, которые я не могу рассказывать в своих видеообзорах. Спасибо, до свидания. Все анонсы, что, как будет, это все будет в группе ВКонтакте. Вступайте, записывайтесь, давайте общаться на тему китайских смартфонов, если вас это интересует так же, как и меня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok